Не больше 350% годовых, в Раде хотят ограничить ставки по микрокредитам. Народные депутаты инициировали усовершенствование государственного регулирования рынков финансовых услуг. Предлагается ограничить ставки по микрокредитам на законодательном уровне, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на главу Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Телеграм, на сегодняшний день фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования, дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1000% годовых, написал он, по его словам, предлагается ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита, около 350% годовых, РЭД, запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите, запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условия о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита, продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон, обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредитов Бюро кредитных историй. Проблема микрокредитов. Ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, которые часто не осознают последствий своих действий В НБУ сообщили, что ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых В НБУ предлагают ограничить ставки 0,8% в день Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5% Напомним, закон о потребительском кредитовании и формировании и обращении кредитных историй полностью вступил в силу 1 января 2021 года и изменил правила микрокредитования Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм